Вставай, проклятием закременный, Весь мир голодных и рабов. Кипит наш разум возмущенный, И смертный бой весь и готов. В Самаре, в Струковском саду, еще не очень поздней осенью 1928 года, помещался большой, бревенчато-дощатый павильон Венеция. Павильон, в общем, ничем не примечательный. Но я, находясь там случайно, проездом из Сибири, подумал, а уж не здесь ли размещался когда-то летний ресторан Венеция, о котором мы так часто слышали от старика Ужаева. Что же я от такого соврал? Пивка? А за какие с... Где вы, гражданин, ножку потеряли? Отшумели и дождь, и метелица, Отгремела лихая пора. Но по-прежнему в памяти сердца В белой пене ревет ангара. Может быть, именно тут и было когда-то то самое место, где полицейские чуть было не убили нашего отца. В живых тогда, вспоминал старик Ужаев, остался только Переколотов, Савва. И то случайно не попал на каторгу, потому что был весь изранен и вскоре умер в тюремной больнице. А всего нас было поначалу только девять человек. Только девять, для наглядности, показывал он на пальцах. А грома и треску мы наделали такого, что нас, может, и по сей день в тех местах не забыли. Боже мой, с каким волнением слушали мы, мальчишки, рассказ старика Ужаева. А потом по ночам сколько раз снился нам оцепленный полицейскими в Струховский сад. Снились темные душные трюмы барж, в которых арестантов переплавляли по сибирским рекам на каторгу. Снилась даже сама каторга. Бараки за глухим забором, где наш отец, еще не знавший, что станет нашим отцом, отбывал свой срок. Отец делал вид, что сердится на Ужаева за его рассказы. Эх, Петра, Петра, снова ты мне детей портишь, и ведь наверняка все врешь. А это же дети, у них еще разума настоящего нет. Ужаев делал вид, что обижается. Что же это я такого соврал? Ну, не соврал, и ладно, не хотел ссориться отец. Но пора Петра давно забыть все эти рассказы про белого бычка. Вот об этом я и вспомнил осенью 28-го года, когда проездом из Сибири оказался в Самаре и пришел в этот самый Струховский сад. Отца уже давно не было в живых. Старик Ужаев давно уехал из Сибири и обосновался, кажется, в Самаре. Хорошо бы его встретить здесь, в Струховском саду, подумал я и с этими мыслями отправился в городскую справочную. Ужаев, Ужаев, у нас гражданин несколько Ужаевых. Не помните, как его зовут? Дядя Петя, Петр Степанович, а возраст? Вот этого сказать не могу. Должно быть лет ему много, больше 70. Пожалуйста, Казанская 16, квартира 7. Казанская 16. И вот я уже стоял перед очень старым, из красного кирпича, двухэтажным домом с парадным на улицу. Я вошел в навсегда распахнутые двери парадного и поднялся на второй этаж. Не стучать, не звонить не пришлось. Все двери открывались без усилий. В коридоре было темно. Я наткнулся на невысокого роста мужчину, выходившего с полотенцем на плече, должно быть, из ванной. Мне бы Петра Степановича Ужаева. Я это... А в чем дело-то? О, какой гость! Узнал меня дядя Петя. Вылитый папаша! А через 15 минут мы шли обратно к Струховскому саду. О котором старик Ужаев так часто рассказывал там, в Сибири. А вот теперь согласился рассказать и показать, как все было на месте, в Самаре. Давно это было, вздыхал дядя Петя. Ни одного человека от той поры уже не осталось. Хотя погоди, как же это ни одного? Сидорак же есть! Вот сейчас мы его с собой и прихватим. Ты увидишь какое-то кино! Мы вошли в небольшой дворик. На лавочке у крыльца сидел старый седой человек, похожий на кота. И даже соломенная шляпа без полей не нарушала этого сходства. Здорово! От ворот прокричал Ужаев. Не хочешь пройтись с нами до садика пивка попить? Пивка! Оживился старик. А за какие средства, что ли, хочешь сказать? Да уж не за твои. Угощаю сегодняшний день. Крестник в гости приехал. Ну так что, идешь, нога при тебе, шуточки все шутишь. Сукин сын, хочешь сказать? Да нет, смеешься. Сейчас ногу возьму. Только тут я заметил, что у старика не было ноги. Он ненадолго скрылся в доме, а потом вернулся с черной блестящей деревяшкой вместо отсутствовавшей ноги. И вместе мы не спеша пошли к Струковскому саду. Вместе с Сидораком мы пошли по улицам и переулкам этого просторного и все больше нравившегося мне города. Первого после Сибири увиденного мной города Центральной России. Мне нравились здешние женщины. Большие, полногрудые, с веселым и певучим говором. Нравилась еда, обильная и разнообразная. Хотя приехал я отнюдь не из голодного края. А вот река не произвела на меня сильного впечатления. Поначалу она показалась мне не очень значительной в сравнении с сибирскими реками. Правда, была она несравненно более оживленной, пахнущей в эту пору еще не очень поздней осени арбузами, крупными сочными яблоками, вяленой рыбой и дегтем. День угасал очень медленно. И мы тоже брели медленно, считаясь тем, что Сидорак не мог быстро передвигаться на своей деревяшке, похожей на прокинутую бутыль. Он то и дело останавливался, поправлял ремни, на которых она была укреплена, и точно тросочкой пересчитывал булыжники на мостовой, говоря, не останавливаясь и почти не заикаясь. «Я этот город исходил и изъездил вдоль и поперек, скрозь, по какому случаю? А по разным. Приезжает, скажем, в Самару какое-либо лицо, о котором уже есть тайная сводка. И вот, пойми мое дело, я должен встретить его на вокзале, принять у проезжающих агентов и наблюдать день и ночь, да так, чтобы он тебя ни в каком разе не видел. Вот здесь жил Бирсов Евгений Николаевич, ротмистер, благородный человек. По первоначалу-то я печь топил в жандармском отделении, мусор убирал, чай подавал, а вот он-то меня и определил. «В стукачи, что ли?» – презрительно поморщил Сужаев. «Зачем, в стукачи?» – филеры, – торжественно произнес Сидорак. И хоть ходил я в партикулярном платье, но имел особую книжечку, в которой полностью было записано агент наружного наблюдения Ефим Серафимович Сидорак. Так, а за разговорами мы подошли к воротам Струковского сада и пошли по его аллеям. «Сам-то я никого не погубил, былинки не нарушил», – приговаривал Сидорак. «Однажды у нас какой случай был?» Требовалось повесить двух солдат и одного бывшего, мунтер-офицера, за какие-то нехорошие дела. Приговор был повесить, то есть, как это раньше говорилось, учинить казнь через повешение. Вызвали двух палачей. Аж из города Лоц прибыли два брата немца – Роберт и Ричард. А фамилия им была Фрикель. Ну и вот, сделали эти братья свое дело, повесили этих солдат с унтер-офицером, получили, как положено, деньги. А потом нам и говорят, мол, вы русские, набитые дураки. Разве это не смешно вызывать вон откуда сторонних лиц, оплачивать им билеты вдово конца и еще платить деньги за такое плевое дело? Может, и прав был немец, но только я на такое никогда не был способен. У меня от природы мягкое, доброе сердце. Мне всегда всех было жалко, даже лиц, за которыми я имел наблюдение. И коих подталкивал к виселице, подсказал Ужаев. Но Сидорак не расслышал или не захотел расслышать этого. В Струковском саду к нам прям-таки подбежал молоденький с белесыми селячьими ресницами официант, который узнал старика Ужаева. Деликатно попятившись, подвел нас к столику у окна, завешанному пестрым ситцем. Сидорак долго устраивал под столом свою деревяшку, а, устроившись, как будто впервые оглядел меня и Ужаева. И, увидев этот его цепкий, как будто бы прицеливающийся взгляд, я живо представил себе, каким был когда-то этот, теперь, уже очень старый и полуразрушенный человек. Ну вот, растянув двумя пальцами седые усы, сказал он, ну вот и дошли. Дошли, вторил ему Ужаев. А место ты узнаешь? Узнаешь, где мы находимся? Сидорак, не на шутку встревожившись, сказал, не понял. Но Ужаев не стал донимать его дальнейшими расспросами. А пока тот пил пиво, рассказал мне следующее. Ведь это Шурик, как у нас с ним получилось-то? Лежали мы, а прошлый год в больнице? Гляжу я, а одна нагата у него вовсе отсутствует. Где же это вы, гражданин, потеряли ножку-то, спрашиваю? А он мне так складно отвечает, дескать, на гражданской войне. Подружились мы, стали бывать друг у друга в гостях. И вот как-то за выбивкой я ему и рассказал, за что получил направление в Сибирь. И как нас здесь, с твоим папашей, в Струксском саду, полицейские чуть не угрохали. И вообрази, что я вдруг слышу, так это вы, негодяи, отхватили мне ногу. Выпив, он забыл о том, что недавно плел про гражданскую войну и про свое на ней геройство. Потом, правда, жалел, на второй день извинялся, что наговорил лишнего. Но я от на него зла не держу, тем более такое дело. Ногу человек потерял. Ему должно быть завсегда это обидно. Здесь мы жили, мужали, мечтали. Хвойный ветер вдыхали до слез. Здесь тропинки в тайгу пробивали в сумасшедший сибирский мороз. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова